Здравствуйте! Это новости на ННТ, студия Махач Курманов с последними событиями к этому часу и короткий анонс. Ковид возвращается. Новые заболевшие в Дагестане уже есть госпитализированные. Статистика последних суток через минуту. Сколько в Дагестане незаконно возведенных домов и что с ними делать? На вопросы журналистов ответил руководитель Минстроя Дагестана. 17 километров газовых сетей до конца года. Темпы газификации в Дахадаевском районе проверили представители Минэнерго. На ДАИ, как Дагестан. Республика-лидер по производству молока на Северном Кавказе. Тревожные цифры. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике начинает расти. За прошедшие сутки выявлено 42 новых случая. Лабораториями Минздрава Дагестана и Роспотребнадзором за день проводится порядка 4000 исследований на вирус. Экспресс-тест на ковид можно пройти в Республиканском центре медицинской профилактики. В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, которое определяется в течение 5-8 минут и результат выдается на руки пациента. В связи с тем, что в целом коронавирусная инфекция приводит к возможным последствиям, осложнениям со стороны функций и систем нашего организма в нашем подразделении в Республиканском центре здоровья можно провести комплексное обследование, которое включает консультации врачей-специалистов, офтальмолога, стоматолога-гигиениста, оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы, легочной системы, оценка состава тела и в целом консультации и рекомендации врачей-специалистов Центра здоровья. Больные COVID-19 госпитализированы уже в Каспийском стационаре Ботлихской и Лакской районных больницах. На ВКС-совещании под руководством министра здравоохранения России Михаила Мурашко отдельно была подчеркнута особая важность проведения вакцинации населения. По словам чиновника, это наиболее эффективный метод для своевременной защиты себя и своих близких от опасного вируса. Тем более, что лекарства стоимостью более 50 тысяч рублей доступны бесплатно во всех поликлиниках страны. Почему без объявления торгов обозначена компания по строительству детсадов в Дагестане? И какая судьба ждет самовольно возведенные многоквартирные дома? Эти и другие актуальные вопросы были обсуждены на пресс-конференции в Министерстве строительства Республики. Глава ведомства на встрече с журналистами прокомментировал широко обсуждаемую в социальных сетях тему передачи контрактов на строительство детсадов без объявления торгов компании «Точинстрой». В частности, речь шла о проектировании и строительстве детского сада на 300 мест в поселке Шамиль-Калаун-Цукульского района. Свою позицию по этому поводу в открытом доступе разместили, но не были услышаны или были проигнорированы, правильно сказать. Видимо, на то есть определенные основания. Компания «Точинвест» входит в группу компаний «Инвест». Группа компаний «Инвест» — это группа компаний, с которой глава региона заключил соглашение на Питерском экономическом форуме. Мы детей хотим в нормальный, полноценный, с нормальными фундаментами, с нормальными исследованиями сделанный и построенный садик завести, а не в какой-то там чемодан под названием «модульная конструкция», который по бетонной подготовке просто в поле ставится с гарантией 2 года от изготовителя. И получаем в адрес колоссальное количество критики. Наверное, здесь не все и не совсем объективно. На пресс-конференции подняли и вопрос с самовольно возведенными на территории республики многоквартирными домами. Всего в реестр проблемных объектов входит 457 строений. В реальности, по словам Сулейманова, эта цифра выше, и навести порядок в этой сфере удастся нескоро. Третья группа — это дома, которые либо под снос, либо на достройку, но и в том и другом случае нужны определенные финансы. И она такая более сложная, по ней у нас вопрос, скажем так, где-то есть единично подрядчики, которые готовы эти дома достроить за свой счет и выполнить свои обязательства перед приобретателями. А где-то уже и подрядчиков нету, либо они где-то там сидят, либо куда-то убежали, либо в принципе никто не знает, кто этот дом строил, там какое-то физлицо, собственник земли и все. И больше ни проекта, ни разрешения, никаких документов нет. 17 километров газовых сетей построят в Дахадаевском районе до конца текущего года. На это предусмотрено 45 миллионов рублей. Газ планируют подвезти к селам Харбук, Урсаки, Судбук и Бакни. Накануне ход строительных работ проинспектировал министр энергетики и тарифов республики Резван Мурадов. Я вас со всей ответственностью предупреждаю. Срок, если объект не будет сдан, это ответственность, прежде всего, главы республики и перед населением. А его подвезти вам никто не позволит. Мы все меры примем для того, чтобы у вас просто, вот все, что предусмотрено законодательством, чтобы, значит, наказать, все взыскания, которые можно только использовать, вы это все сделаете. Здесь вы прекрасно понимаете, что объем работ очень большой. Здесь я тоже приехал сегодня, вот на целый день отучился. Не потому, что мне хочется развлечься. Я не хотел беспокоить, значит, и представителей администрации. А для того, чтобы посмотреть и понять, реально, какая картина у нас на сегодняшний день здесь, значит, складывается. В Махачкале продолжают ремонтировать улицы. Причем не только центральные. В частности, начата укладка основного слоя асфальтобетонного покрытия на улице 10-й Ветеранской. Здесь уже обустроены тротуары и подготовлено основание земляного полотна. Отсюда прокладывается дорога и к зданию Министерства сельского хозяйства республики. На стадии завершения и ремонт улицы Хушетская в Новом Кехулае. Протяженность дороги более одного километра. В ближайшее время здесь будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Дорога ведет и к ряду социальных объектов, к школе номер 48, а также к поселковой амбулатории. Всего в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Махачкале ремонтируется 38 улиц. В общей сложности в столице региона приводится в нормативное состояние 21 километр дорожного покрытия. В поликлинике в поселке Ленинкент «Быть» депутаты городского собрания «Махачкалы» взяли на контроль строительство объекта. Работы будут проведены в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену. Плановая дата завершения работ согласно контракту – конец декабря текущего года. Строители заверяют, что в установленные сроки объект будет сдан. Кроме того, депутаты проконтролируют и ремонт дороги, и обустройство инженерных коммуникаций по улице Докуспаринская в Ленинкенте. В настоящее время ведутся подготовительные работы по укладке асфальта. Работы также обещают завершить до конца года. На костыле далеко не убежишь. Работники ДПС в ходе патрулирования дороги Кочубей-Тушиловка в полночь заметили автомобиль, припаркованный у заброшенной фермы и мелькавший свет в здании. Подъехав, полицейские заметили мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться, но все испортил костыль, который очень усложнил побег. Мужчину задержали в прогулочном темпе. У 27-летнего жителя села Кочубей был обнаружен полимерный пакет с содержимым растительного происхождения и темная жидкость. Изъятое сразу было направлено на экспертизу, которая установила, что найденная эта марихуана более 120 грамм и гашишное масло 0,83 грамма. Возбуждено уголовное дело. Не оставили в беде. Руководство МВД России выразило благодарность дагестанцам Арсланбеку Алиеву и Магомед Шапи Гаджиеву за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на МВД России. Напомним, 24 июня 2022 года примерно в 4 утра водитель Мерседес-Бенц, не справившись с управлением, врезался в стену жилого дома. От удара иномарка, в которой находились 8 человек, загорелась. Очевидцами аварии стали Арсланбек и Магомед Шапи. Мужчины, несмотря на опасность взрыва, стали вытаскивать людей из горящей машины. Шесть человек тогда удалось спасти. Водитель и пассажир погибли. Министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов выразил мужчинам признательность за самоотверженный поступок, вручил им благодарности и памятные подарки. Дагестан – лидер по производству молока на Северном Кавказе. Согласно официальным данным, за полгода регион получил более 400 тысяч тонн. Следом за Дагестаном идет Ставрополь и Кабардино-Балкария. Всего за этот период в СКФО произведено 1,3 млн тонн молока. Цифра выросла на 3% по сравнению с полугодием прошлого года. Многие из дагестанских обрядов и обычаев ушли в прошлое. Сегодня некоторые из них воссоздают по рассказам старожил. А чаще всего картины прошлого предстают перед нами после посещения музеев, где собраны предметы старины. В одном из таких побывали и наши корреспонденты. Сегодня Какашуринский музей – импровизированная сакля. Здесь показывают, как в старину проходил кумыкский обряд булка. Сельчане собирались вместе для общего дела. Женщины для очистки зерен кукурузы от початков, чтобы работа шла веселее, пели песни. И вроде все просто и понятно. А на самом деле в старину этот обряд был самыми настоящими сматринами. Здесь выбирали невест. И потому как быстро девушка справится с задачей, определялось лучшее, по мнению будущей свекрови невеста. Люди собирались вместе, вот так помогали друг другу. Собирались в основном девочки, приходили мальчики, чтобы знакомиться с ними. В этот момент они пели песни, шутили, приглашали гармониста. История с обрядом длилась недолго. Местные мужчины проявили изобретательность. Ручной труд заменили почти механизированным. В 70-е годы 20-го века, чтобы облегчить труд женщин, значит, какожуринцы придумали сами станок, который этим станком они наполовину размололи початки кукурузы. Об этих обрядах мало кто сегодня помнит и знает, кроме немногих представителей старшего поколения. Поэтому в музее на встречу со школьниками приглашают старожил для проведения уроков по сохранению традиций и обычая в родного края. Малика Курбанова, ННТ, Карабудахкенский район. Боец UFC Мухаммад Макаев узнал имя своего нового соперника. 22 октября на 280-м турнире в Абу-Даби дагестанцу будет противостоять представитель Канады Малкалим Гордон. 22-летний Макаев идет на серии из двух побед в американском промоушене. Его профессиональный рекорд насчитывает 8 побед при нуле в графе поражений. У 32-летнего Гордона 14 побед и 5 поражений. Главным октябрьского турнира в Абу-Даби станет поединок за чемпионский пояс в легком дивизионе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сейчас. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова